Приветствую вас. Как ни странно, но вы не ответили на вопрос моего коллеги, с чего вы решили, что мужчина должен на вас жениться? С чего вы решили, что мужчина должен действовать? С чего вы решили, что он должен сделать вам предложение? С чего вы это решили? Давайте поиследуем. Что делать, если мужчина 27 лет не действует? Спрашиваете вы. Ответ таков. Если мужчина не действует, значит, либо он не хочет, либо у него нет мотива. То есть, иными словами, вам нужно его либо замотивировать, либо признать, что вы ему безразличны, или что он воспринимает вас не так, как вы воспринимаете его. Вопрос мотивации не выглядит как манипуляция им. Вопрос мотивации выглядит как возможность, вероятность наступления определенных последствий от его действий, которые могут привести к тому, что он что-то потеряет. Например, 3 года вы в отношениях с мужчиной, 3 года, допустим, не 4, специально говорю, 3 года. Вы видите, что человек ничего особо для вас, например, не делает. Вы видите, что человек особо никакой активности не проявляет. Соответственно, вы просто наоборот ничего ему не говоря начинаете общаться с другими мужчинами. Имеете ли вы право так поступать? Да, имеете. Потому что, если мужчина вам не дает того, чего вы хотите, вы вправе получать это от других мужчин, ну, при условии, если это действительно то, что должен давать мужчине мужчин. То есть, тут, опять же, нужен разбор, да? То есть, грубо говоря, если вы в отношениях с мужчиной, допустим, в 3 года, да даже 2 года, то вы имеете, в принципе, право ожидать, что ваши отношения станут серьезными. Я не говорю сейчас насчет брака, но вы правы ожидать, что ваши отношения станут серьезными. Если они серьезными не становятся, значит, вы понимаете, что мужчина к этому не готов. Если мужчина к этому не готов, значит, скорее всего, вам нужно искать другого человека, который вам это даст. Вот и все. Но, когда вы начинаете это делать, ничего не говоря ему, мужчина видит, что вы это делаете. И если ему не все равно, он что-то предпринимает. Если ему все равно, он ничего не предпринимает, либо начинает обвинять вас. В последнем случае, в случае обвинения и претензии, это означает, что мужчина вас просто использует для своих целей. Каких-то, но это уже немножко другая история. Дальше. В отношении 4 года пишите вы, и почему вы позволяете себе находиться в отношении 4 года, которые вас не устраивают? Я жду от него действий, а их нет пока. Не надо ждать ни от кого действий. Не надо ждать. Человек либо делает, либо не делает. Если вы увидите, что он не делает, вы ему намекаете на то, что бы он делал. Если и после навеков он не делает, вы уходите. Если вы идентифицируете это поведение как нерепустимое и неприемлемое для себя. Вот. Вдохновляю, вроде отношения улучшится, но по-преднему не действует. То есть не зовет замуж, не хочет или что еще жить с нами. А почему он должен? Вот опять же вопрос. Вы не ответили на этот вопрос моему коллеге. Почему он должен вас позвать замуж? Откуда у вас уверенность в том же, что он должен позвать вас замуж, особенно если он этого не хочет? Складывается ощущение, что у вас есть определенные ожидания от мужчины. Но ваши ожидания, это только ваши ожидания. К мужчине самому отношения они не имеют. Дальше. Есть общий ребенок. А как, скажите, пожалуйста, аноним, вы защищали общего ребенка не в браке? Как так получилось? Ну, что вы думали? На что вы рассчитывали? Чего хотели? Не думали ли вы, что таким образом привяжете к себе мужчину? Что это за ребенок? Я имею ввиду. Приятно вам будет, если он вас возьмет замуж, а вы будете думать, что это то, что он это сделал только из-за ребенка. Как вы относитесь к тому, что вы находитесь в такой достаточно унизительной для себя позиции? Достаточно унизительной для себя позиции, в том смысле, что вы как бы просите у него, чтобы он взял вас замуж, или чтобы он начал с вами жить. Вы считаете, что эта позиция достойная для себя? Ждала от него действий и не дождалась. Ну так, вы поймите, что вы не берете ответственность на себя. Вы не берете ответственность за то, что вы родили ребенка. Вы родили ребенка вне брака, аноним. Вы, вы для чего-то родили ребенка. Вы не берете ответственность на себя за то, что вы ждете от него действий, хотя эти действия нужны вам. Семья нужна вам. Совместное проживание нужно вам для чего-то вам, а не ему. Но вы ждете этого от него. То есть, от другого человека вы требуете чего-то для себя. Отношения так не работают. Допустим, ну представим себе, представим себе, что вы считаете, что мужчина, это глава семьи, что он ведущий в отношениях, а вы ведомок, допустим. В таком случае, вам нужен соответствующий мужчина. Этот мужчина не такой. Ваш мужчина не такой. Вы ждете от него, чтобы он был кем-то другим. Но он такой, как он есть. И таким, какой он есть, вы его не принимаете. А значит, не любите. А значит, нельзя построить отношения здоровых. А значит, ребенку будет только вред от того, что вы будете вместе. Может быть, любовь у вас и есть. Но она, любовь, способная проявляться только в том случае, если человек свободен. Если человек непринужден. Если человек независим. Если человек находится в комфортной для себя позиции, вот тогда может проявляться любовь. У вас проявляется любовь? Нет. Вы его вдохновляете? Да, но вы уже вдохновляете его для себя, а не для него. Вы даже себя до срывы довели. До обидных слов. В его адрес. Хотя обида, это всего лишь, еще раз повторяю, ожидание, ожидание другого того, что нужно вам. Возьмите ответственность на себя за свои желания, за свои ожидания. Сами воплощай, воплощай ответственность. И в жизни вы увидите, как у вас уйдет обида, уйдет срыв. И перестанет хотеться срываться и говорить какие-то обидные вещи. Вещи мужчине. Настаивал на встрече целую неделю, чтобы поговорить опять. Это опять же просящая, унизительная позиция для вас. Сначала он не соглашался, потом на этих выходных не хотел приехать, не получится. И не получится. Потому что вы требуете от него больше, чем он может дать. Потому что вы занимаете родительскую позицию по отношению к нему. А с вами он чувствует себя ребенком. И ему не нравится это, ему не нравится, что он в отношениях не с женщиной, а с родителем. Понимаете? Треугольник Карпмана посмотрите в интернете. Так, я разочаровавшись, сказал ему, у нас больше нет, общаться будем только по поводу ребенка. Но это правильно? Я расстроен, мне не хватает его, но он не понимает меня. Я расстроен, чем? А, ну, чем вы расстроены? Что именно вас расстроило? Конкретно, по факту. Мне не хватает его. Та же самая история. В чем? Понимаете, если вам человека не хватает, это не совсем любовь. Не хватает человека, это нуждаемость в нем. Любовь не нуждаемость. Любовь желание отдать, а не взять. А у вас есть желание получать. Из чего вы решили, что мужчина вам даст то, что вы хотите получать? Нет, он может дать. Он может. Но, во-первых, он может дать это так, как понимает он. Во-первых. Во-первых. А с другой стороны У него есть средства То есть определенные средства Для того, чтобы вам давать то, что вы хотите То есть определенная степень Так, как вы хотите, он вам его не даст Он не даст вам того, что вы хотите Так, как вы хотите Как мне его расшевелить? Знаете, это вопрос не совсем То есть как Вы спрашиваете, как мне его изменить? Как сделать так, чтобы он дал мне то, что я хочу? Но меня от другого человека не получится Чем больше вы его меняете, тем больше он от вас отдаляется Это в корне неверных созидствов Вам нужно меняться самой И раз проблема у вас То есть признать, что у меня есть проблема Проблема в том, что в отношениях со мной Мужчина не дает мне то, что я хочу Значит, я хочу что-то Что мужчина дать мне не может или не хочет И я становлюсь зависимой от него У меня срывы И так далее Которые негативно влияют на ребенка Это моя проблема Потому что мужчина все устраивает И вот когда вы признаете, что это ваша проблема И спросите себя Почему же мне его не хватает Разве такие отношения я хочу строить А какие я хочу строить отношения А почему я именно так себя веду А не как иначе, да Почему я родила ребенка вне брака Что я хотела И какими путями я к этому шла Когда вы со всем этим разберетесь Вам настанет понятно Что делать дальше Не его расшевелить нужно А вам в себе разобраться Разберетесь в себе Будете действовать свободно И он увидит вас Он увидит вас в новом свете Если у него есть чувства Он вернется А если чувства нет Нет, не вернется Но если он не вернется Потому что у него нет чувств То вы избавите себя От нездоровых Лицемерных отношений Которые негативно бы сказывались О вашем ребенке Приоритет аноним Тоже должен быть В том смысле Что ребенок Вот если у вас есть ребенок То ребенок в первую очередь Не мужчина, а ребенок И ваши взрывы Это негативное влияние на ребенка Ведь вы проводите с ним время С ребенком Понимаете? Вот Посмотрите Все, что вы пишете Это обида на него Но вы ничего не пишете Про свои чувства Про свои желания Про свой внутренний мир На это обратите внимание На этом все Надеюсь, что помог вам Если у вас остались вопросы Пишите в личку Буду рад помочь Если вам Понравился мой ответ Буду благодарен Если сделаете его лучшим Я желаю вам всего Самого доброго И удачи Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому